Приветствую всех, дорогие мои зрители, на моем канале. В сегодняшнем видео я вам распечатаю аромат от бренда Jean-Paul Gaultier Classic. У меня туалетная вода. Я показывала вот этот красивый наборчик в моем прошлом видео. Это его, недавно приобретенный мною аромат. Мне хочется его распечатать и поделиться с вами, значит, моими впечатлениями про этот парфюм. Конечно же, я знакома с этим ароматом. И давно-давно его хотела купить не в мою коллекцию, а для личного пользования. Можно орошать себя и носить его почти что каждый день, потому что он не всегда нравится. Вот такая красивая упаковка. Вот эта упаковка действительно подымает настроение, радует. Хочется прямо уже праздника, зимы. Приблизительно через три месяца у нас уже будут праздники, новогодние праздники начинаться. Но я уже с нетерпением, с нетерпением жду этих праздников. Они всегда приятные, они всегда веселые. А вот это вот так вот снимается. И вы видите сам флакончик. Смотрите, какая красота! Шарфик! Ну, прелесть, прелесть! Сейчас вам поближе покажу, как это все выглядит сзади. Такая красивая форма спины у этой женщины. То есть фигура красивая. Приятно смотреть на сам флакон. Ну и, конечно же, вот такая вот упаковочка. Еще раз напомню, что это туалетная вода в объеме 100 миллилитров. У меня Made in France, то есть из Франции. Здесь есть вот такая вот заглушка, потому что нет крышки. Шарфик снимается, такой малюсенький. Прям как для куклы шили вот этот шарфик. И первое нанесение. Конечно же, я буду это делать на мою руку, потому что у меня бижутерия. И, как правило, нельзя орошать ароматы, наносить ароматы. Ну, в общем, кто-то любит, когда я буду говорить орошать. Кто-то будет любить, когда я буду говорить наносить. А кто-то вообще предпочитает, чтобы я говорила, набрызгать. Ну, в общем, орошаю аромат на мою руку. И я уже слышу замечательный, замечательный, приятный парфюм сразу. Он разносится по всей комнате. Это вообще самый красивый парфюм, который мне когда-либо встречался. Именно из ванили и с апельсиновым цветом. На моем канале одна из моих давних подписчиков, Лариса Муха, оставила комментарий под предыдущим видео. В общем, она описала вот этот парфюм так, что лично она слышит апельсиновый цвет и слышит также мыльные, ну, как бы, ноты мыльной чистоты. И что это все прошито ванилью. При первом распылении с этого флакона лично я именно так бы и описала этот парфюм. Полностью соглашусь. Но я всегда говорила в моих видео, что парфюм надо поносить, чтобы его понять. И чтобы что-то о нем говорить, действительно, его надо поносить некоторое время. Это не один день, не два, не три. Это хотя бы две недельки. В общем, нужно на это время. В общем, и что, собственно, хочу сказать. Так как я очень часто этот парфюм наношу на себя, когда бываю в каких-то парфюмерных магазинах, и когда я вижу именно вот этот парфюм, я стараюсь всегда нанести его на мою кожу. То есть, вот хочется мне этого аромата, тянется у меня всегда рука к этому парфюму и очень-очень мне нравится. Я рада, что он до сих пор продается в наших итальянских парфюмерных магазинах, а также на сайтах. И довольно-таки доступная цена на этот парфюм. Это женственный парфюм. Он очень сладкий, он очень стойкий, он женственный, действительно, очень женственный. И все-таки на моей коже он все же запудривается, и я больше всего слышу такую, знаете, ванильную пудру. Еще хочу добавить то, что не всегда надо очень много говорить про аромат. Иногда достаточно нескольких слов, но конкретность. И, в общем-то, тут тоже как бы многословно не хочу быть, но все же хочу сказать, что это один из любимых парфюмов. То есть, он мне очень нравится. То есть, несмотря на то, что у меня очень большая коллекция, я перепробовала очень много ароматов, переносила очень много ароматов. И у меня есть еще другие любимчики, ванильные парфюмы, но разных направлений. Я о них обязательно расскажу, но вот это, конечно, всегда любимый мною аромат. В общем, у кого такой же вкус, как у меня, имеется в виду парфюмерия, то если вы купите вот этот замечательный парфюм, я думаю, что вы не прогадаете. Вообще-то, я хотела этот флакончик, вот это красивое оформление не распечатывать, хотела оставить для коллекции, здесь даже защелкивается, и держать для коллекции вот этот аромат. Но вы знаете, я решила так, что я хочу наслаждаться парфюмом, и я решила так распечатать его, и я решила так, я буду орошать его всегда, тогда, когда я зажелаю этого, потому что этот парфюм мне действительно поднимает настроение. А вот это оформление красивое, и пустой флакончик, я думаю, он у меня останется для красоты в моем доме. Поставлю его на какую-то там полочку, и он будет все равно меня радовать. Вот это вот красивое оформление все равно меня будет радовать, и будет напоминать мне про этот красивый, замечательный парфюм. Ну, конечно же, если я все же не куплю еще себе дублик этого парфюма, мне, конечно, хотелось бы. Всегда страшно, что ароматы, которые мне нравятся, рано или поздно пропадут, и потом ты хочешь купить, и уже их не можешь найти. То есть уже надо что-то искать другое, надо привыкать, ну, может быть, не привыкать, но все-таки искать что-то другое. Другое найти не так легко, потому что иногда мы приходим в парфюмерный магазин, слушаем на блотере аромат, наносим на нашу кожу, приходим домой, а это все же не то. В магазине, казалось бы, то, а дома кажется не этим. То есть не хотите вы таким, не хотите вы так пахнуть, не хотите, чтобы от вас так благоухало. В общем-то, первые ноты вам кажутся прекрасными, потом эти ноты раскрываются, они совершенно по-другому раскрываются, вам это уже не нравится, вы опять же возвращаетесь в магазин, ищите что-то другое. Конечно же, искать можно, это приятно искать парфюм, но иногда не очень хочется бегать по магазинам, иногда нету времени, иногда просто надоедает это все, иногда разочаровываешься, бывает такое, что ошибочно вообще покупают парфюмы, то есть наносите в магазине на блотер, слушаете, вам понравилось, и вы, скажем так, на эмоциях покупаете этот парфюм. Конечно, очень классно иметь эмоции, не надо скрывать эмоции, и вообще эмоции, это очень хорошо, это плохо, когда вы не показываете свои эмоции, потому что вы думаете, что вы выглядите глупо. Вы знаете, я вот что думаю, выкиньте это из головы, пусть это вам не кажется глупым, это очень хорошая реакция, человеческая реакция, которая должна происходить вообще-то у каждого человека. Это очень плохо, когда человек хочет скрыть свою эмоцию, или же не эмоционирует, потому что там не знаю, что там почему-то ему кажется, что кто-то посмотрит на него и подумает, что он глупый. Пусть думают, что хотят. Вы стараетесь быть самим собой. В общем, к чему я веду? Если вы приходите в парфюмерный магазин, и на вас давит какая-то там продавщица в парфюмерном магазине, или вас, знаете, начинает разводить, то есть вы сильно не переживайте, что она подумает, как она подумает. То есть вы заходите в магазин, затем, зачем вы пришли, сделали свое дело и ушли. Если вы пришли купить парфюм, купите. Если вы пришли послушать, послушайте. Если вы пришли послушать и купить, сделайте это. Но никогда не делайте то, что вам будут навязывать в магазине. Ну, я закончу вот такую вот тему, интересную, я думаю, для всех нас, на этой нотке. И с вами попрощаюсь. До скорой встречи, дорогие мои зрители. С вами была Татьяна. Пока-пока. Я вас всех целую. Пока.